Девушки отдыхают Мама, а дверь приоткрылась в ту комнату? То сквозняк дверь открыл Мама, а кто таким глазом желтым на нас смотрит? Сынок, то месяц в окно комнаты светит Мама, а почему? Спи уже, не то горло перережу Ну здравствуй, милый Погоди, дай хоть веревку на шее твоей распутаю Да погоди, целоваться, нетерпеливый какой Язык высунул ровно, как пес в жару Мама! Теперь их там трое живет каждую ночку Днем не живут, а ночью живут А если хочешь их видеть Туда в полночь приходи, когда месяц на ущербе Да монету неси малую да с собой хлеба краюху А как войдешь в хоромину, так оглаголь От темного, от долгого слова лихою молвлю Да хлеб выложи и почни заклинать нечистую А первым, коли мальчик выйдет с дырой в горле То дело твое пустое А коли его мать выйдет, баба без глаз То дай ей деньгу, принесенную в закуп Да спрашивай, что знать хотел А коли третьим выйдет мужик Удавленник с высунутым языком То краюху ему в ноги кинь Да проси смело, чего хочешь Только денег не проси Не то он тебя задушит и в пол уйдет И баба уйдет в пол И мальчик уйдет А ты в пустой хоромине останешься один одинешенек С петлей на шее да языком наружу да примешься ждать Когда туда еще заселятся мать и дитя, что невинно Попадут к тебе от темных, от долгих, от лишачего стона От гуменикова прихлопа От нечистой закличи Это очень простая штука, часть естественного процесса сна Сонный паралич или, как его еще зовут, синдром старой ведьмы Ничего страшного в нем нет Тело во время фазы быстрого сна погружается в состояние паралича Чтобы ты случайно не поранился, двигая конечностями Я открыл глаза и обнаружил, что не могу двигаться Это все мое тело Могу попытаться согнуть пальцы ног, но ничего не выйдет Забудь Просто расслабься Это само пройдет А теперь мне что-то давить на грудь да так сильно, что аж дышать трудно Бог знает, что там у меня на груди, но оно тяжелое Очень тяжелое Естественный процесс, это все естественный процесс Не надо пытаться кричать Не сработает Голосовые связки тоже парализованы И все еще трудно дышать Я смотрю на потолок, ведь больше смотреть некуда По комнате порхают тени, собираются фигуры, о которых я пытаюсь не думать Когтистая рука, челюсть с кривыми зубами, мелькающая во мраке Это все образы из моего подсознания Надо мной появляется лицо Зловещий взгляд пустых черных глаз Я слышу свистящий шепот Злобное шипение, как у змеи, которую побеспокоили Вдруг за окном проносится машина и комнату озаряет вспышкой яркого света Тени рассеиваются На грудь больше ничего не давит Я снова могу нормально дышать и сжимаю руками одеяло Мне кажется, что прошла вечность, но на самом деле все случилось за секунду Я двигаюсь, просто чтобы доказать себе, что могу Я сажусь Делаю глубокий вдох и посмеиваюсь над собой Сонный паралич Ерунда какая-то Я поворачиваюсь к жене, чтобы все ей рассказать и снова чувствую о немении в конечностях Но на этот раз сонный паралич тут ни при чем Кровь Неровная дыра в ее горле Широко раскрытые глаза и рот Застывшие в беззвучном крике Я пережил свой синдром старой ведьмы Она нет Я хочу рассказать одну историю, произошедшую со мной Живу я в хрущевке, построенной после войны Дому лет пятьдесят, не меньше все скрипит и шатается Мыши, бывает, даже пробегают по полу, что часто пугает, особенно ночью Но я их победил, заделав все норки и дыры пластинами Больше они не беспокоили Дело было днем Я был один дома, смотрел фильм И тут начались странные вещи Я услышал скрип паркетной доски Как я говорил, дом древний, с советских времен никто ремонт не делал Сначала я не придал этому значения, подумал, что соседи с верхнего этажа Но потом скрип стал приближаться к моей комнате, а она с дверью нараспашку открытой По спине пробежали мурашки Я обернулся, но ничего не увидел Успокоившись, я продолжил наслаждаться фильмом дальше В момент, когда герой фильма начал кричать, как резанный в колонках на каком-то моменте Скрип усилился Я обернулся, и увиденное мною было жутким Какая-то тень, похожая на человека, ростом до потолка Сердце ушло в пятки Я застыл от животного ужаса Опомнившись, я срочно принялся за поиски ножа Найдя большой кухонный нож, я собрался силами и выглянул в коридорчик между моей комнатой и родительской спальней Оно все еще стояло там Я увидел его лицо Это не было человеком, а его лицо не было лицом Резкие выступающие черты на серой коже, будто плохой скомканный рисунок карандашом Я застыл и выронил нож Мне казалось, я захлебываюсь собственной слюной Не мог сглотнуть или дышать К счастью, оно завернуло за угол чулана в комнате, не обращая на меня внимания С этого момента я не могу находиться один дома Потом узнал от соседей, что до нашего приезда в этой квартире жила одинокая старуха, которую однажды нашли мертвой Со страшной гримасой на лице Видимо Она тоже увидела его Когда мне было лет 8, родители отправили меня на дачу к бабке под Брянск Деревня была небольшая и скучная Я слонялся по округе, но мне было почти не с кем играть И я тогда развлекался тем, что поджигал все, что попадалось Так я как-то набрел на колодец неподалеку от деревни на холме заросшим чертополохом И стал кидать в него зажженные бумажки Мимо проходила одна из бабкиных соседок Она в ужасе оттащила меня от колодца и сказала, чтобы я больше туда ничего не кидал, если мне жить не надоело Вечером я бабке рассказал об этом, и она тоже на меня набросилась Но ничего не объяснила, кроме того, что это, мол, нехороший колодец Через пару дней мне начали сниться странные сны Мне снилось, что я иду через большое пепелище и оглядываюсь по сторонам, а вокруг никого Из тумана передо мной выплывает тот самый колодец, и в нем слышно бурление воды Я останавливаюсь и смотрю на него И вдруг из него появляются руки Я думаю, что кто-то упал туда и пытается выбраться, но руки все тянутся из колодца дальше в мою сторону, растягиваясь все больше А из колодца никто так и не появляется В ужасе я пытаюсь убежать от этих цепких рук с громадными пальцами, но как это бывает в кошмарах? Словно вязну в воздухе Я в ужасе чувствую, как эти пальцы железной хватки хватают меня за голые лодыжки В этот момент я просыпался в холодном поту На улице шел дождь, капли стучали по стеклу, но в момент пробуждения я отчетливо ощущал чью-то хватку на ногах В ужасе и оцепенении я пролежал несколько минут, пока меня не отвлек скрип Он исходил от окна Я поднял глаза на окно и обомлел На мокром стекле виднелись смутные длинные отпечатки, словно от огромных пальцев Следующие несколько дней я боялся отходить от дома, но прошла неделя и я вновь осмелел Я даже снова подобрался к колодцу и заглянул в него Далеко внизу, почти в полном мраке, была черная вода Я долго смотрел в колодец и внезапно в нем что-то задвигалось Пошли круги по воде Я испугался и отпрянул Через пару секунд в колодце послышалось тихое журчание воды, которое быстро прекратилось Я испугался и побежал домой и рассказал бабке, что в колодце вода бурлит неясно почему Тем же вечером вся деревня в панике сидела с зажженным светом, вооружившись вилами, кольями и топорами Меня все кляли за то, что я играл у колодца Люд, понятно, был суеверный и прямолинейный, но и тот, такая бурная реакция меня очень удивила Ночью прошел ливень На беду в тот вечер должен был приехать дед из города, а предупредить его не было возможности Когда настала ночь, а его все не было, бабка и соседи заволновались Пошли во всеоружии по дороге, которая шла как раз мимо колодца в некотором отдалении Сквозь стену дождя, по ужасной грязи люди добрались по дороге до того места, где неподалеку был тот колодец В грязи виднелись глубокие тонкие борозды, ведущие в сторону колодца Это вызвало животный ужас у всех, кто там был, и люди кинулись по домам Наутро бабка повезла меня в город, а потом передала родителям Только много времени спустя я узнал, что бабка поведала родителям На том холме было раньше село, где одна мать из ревности к мужу убила сначала всех своих детей Чтобы таким образом наказать его А потом убила и его, и пошла с его отрубленной головой по деревне Ее хотели линчевать и погнали по деревне, но не поймали На их глазах она прыгнула в тот узкий старый колодец Той же ночью все село сгорело Кто-то погиб в огне, люди лишились крова и ушли А в соседней деревне никто не решался с тех пор подходить к колодцу Около него пропало несколько человек, последним из которых был мой дед Многим снились страшные тянущиеся к ним руки Мне они до сих пор иногда снятся Я боюсь ставить босые ноги на пол ночью Боюсь, что холодные пальцы схватят меня за лодыжки Я чувствую себя виноватым в гибели своего дедушки, и это причиняет мне невыносимое мучение И еще я боюсь дождя В каплях на стекле мне все время мерещатся Отпечатки огромных ладоней Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok